Библейский портал экзегет.ру представляет 138-й псалом, читаю перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет. Начальнику хора псалом Давида как будто из первой части псалтирия вдруг появляется этот самый подзаголовок. И он, в общем, довольно похож на те псалмы, которые были в самом начале, потому что у нас здесь вот, ближе к концу, у нас такие псалмы, связанные с храмом, да, и эти песни восхождения, потом такие медитативные псалмы, 136-й, 137-й в таком неожиданном диалоге, 136-й все плохо, 137-й, господи, ну ты же меня спасаешь, и наверняка это будет еще раз. И 138-й развивает эту тему сложных отношений псалмопевца с Богом, сложных, но радостных. Давайте его прочитаем, потом уже будем комментировать. Итак, начальнику хора псалом Давида. «Господи, ты испытал меня, я весь пред тобою, ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю, ты издали видишь все мысли мои, иду ли я, сплю, ты смотришь за мной, все пути мои известны тебе, еще слова не слетело с моего языка, а ты, Господи, уже знаешь его. Со всех сторон ты окружаешь меня, защищаешь рукой своей, всевидение твое для меня непостижимо, глубина его недоступна мне. Куда могу я уйти от духа твоего, от взгляда твоего, куда убегу, если на небо взойду, ты там, если всойду в Шиол, и там ты, плечо я на крыльях зари, поселюсь у последнего моря, и там рука твоя будет вести меня, будет держать десница твоя. Скажу, пусть тьма укроет меня, пусть свет вокруг станет ночью, но и эта тьма для тебя не тьма, ночь светла, как день, мрак, словно свет. Ты создал внутренности мои, в материнском чреве соткал меня, слава тебе, ведь я сотворен дивно, сознаю, сколь чудесны дела твои. Несокрыты от тебя были кости мои, когда втайне творилось тело мое, вышивалось в глуби земной. Меня за родышем видели очи твои, в твоей книге записано все, все дни, что ты мне назначил, когда их еще не было. Трудно мне постичь замысла твои, как много их, Боже, попробовать пересчитать их больше, чем песчинок. Я пробуждаюсь и по-прежнему с тобой. О, если бы ты, Боже, сразил злодеи, удалитесь от меня, убийцы, они говорят о тебе ложь, произносят попусту имя твое. Как ненавижу я, Господи, те, кто ненавидят тебя, как презираю тех, кто противится тебе. Всей душой я их ненавижу, враги они мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, узнай мысли мои. Смотри, не ложен ли мой путь? Ты сам направь меня на путь вечный. Знаете, мне кажется, это самый глубокий псалом во всей псалтире. Прекрасные есть другие, очень тонкие, изящные тоже, но вот этот псалом приберегали напоследок. Да, вот с него нельзя начинать. В начале псалтири более простые вещи. Там, ну, какая-то вот обычная ситуация, нападают враги, Господи, помоги, Господи, избавь, Господи, слава тебе, что помог и избавил. А вот здесь враги тоже есть. Я ненавижу тех, кто ненавидит тебя, презираю тех, кто противится. Враги они мне, он говорит сам, сам объявляет людей врагами. Причем ничего не говорит, что они напали на него там. Ну да, когда напали, то враги. А здесь он им враждебен, потому что они ненавидят Бога. Да, у него нет своих врагов, псалмопевцы. У него есть только враги Бога, которых он ненавидит и презирает. И это тоже очень большое изменение по сравнению с началом псалтири, да, где враги – это те, кто мне делают плохо. Но главное даже не это. Вот здесь псалмопевец изумляется отношением с Богом, которые начались с его зачатия. Да, еще до того, как он стал разумным существом, да, зародыш еще ничего не понимает. Но Господь уже создал внутренности, соткал меня в очреве, он говорит, как некое произведение искусства, как какой-то ковер искусный, да. Не случайно ткани мы говорим о том, что в человеческом теле находится. В твоей книге записано все дни, что ты мне назначил, как трудно мне постичь замыслы твои. То есть, Боже, ты знаешь меня лучше, чем я. Я сам о себе многого не знаю, поэтому он говорит, смотри, не лужен ли мой путь, ты сам направь меня на путь вечный. Как часто у нас псалмопевец в псалтире говорит, мой путь праведен, я все делаю хорошо, а вот эти вот враги, они плохо, поэтому, Господи, помоги мне с ними справиться. А здесь он сам в себе не уверен. И, может быть, это самое ценное в этом псалме, смотрите. То есть, да, мы часто думаем, что вот мы-то про себя все знаем, у нас-то все благополучно, хорошо, какие-то могут быть сомнения. А вот он, он не знает об этом. Он знает Бога, но знает его лишь вот в проявлениях любви Божьей, да. Ибо навек милость его у нас будет. Было уже много таких псалмов, но вот здесь он объясняет, как это проявляется, да. Не просто милость к народу Израиля, которая описана в других псалмах довольно подробно. Не просто даже милость, которая проявляется ко мне в том, что вот я жив, у меня есть там, что есть у меня, там есть где жить, мои враги, они не смогли меня уничтожить. Но то, что ты меня знаешь с самого начала, ты меня знаешь глубже и полнее, чем я сам. И это настолько его поражает, что вот эта милость Божья, эта верная милость хэсад на древнееврейском языке становится уже даже не каким-то важным событием или частью его жизни, она становится целью этой жизни. Войти в эту хэсад, понять, Господи, замысел твой обо мне и постараться ему соответствовать, хотя бы в той мере, в которой это возможно. Всевидение твое для меня непостижимо, глубина его недоступна мне. Куда я уйду? Взойду на небо, ты там, сойду в Шиол и там ты. Конечно, для христианина это считается как пророчество о Христе, который сошел в Шиол, в мир мертвых, и взошел на небо. Ну, в первичном смысле, то есть я не могу найти место, Господи, в этом мире, где тебя нет. Я от тебя никуда не укроюсь. Полечу на крыльях зари, у последнего моря, и там рука твоя будет вести меня, одесница твоя будет держать. Тьма, скажу, пусть укроет меня, как Иов говорил в одноименной книге. Он мечтал, чтобы смерть его даже, может быть, с момента рождения похитила, да, то есть он не хотел бы прожить всю свою жизнь. Но и там для тебя эта тьма не тьма. Ночь светла как день, мрак словно свет. Вот эти удивительные слова, но они не столько о том, что вот всё плохо, но на самом деле будет хорошо, сколько о том, что, Господи, для тебя нет никакого мрака, в котором можно укрыться. Для тебя всё ясно, явно и присутствует. И вот это самое поразительное в этом псалме, может быть, самое поразительное во всей псалтире, ощущение того, насколько Бог велик, высок, об этом многие псалмы говорят, но одновременно близок. О том, что он присутствует в каждом моменте нашей жизни, что он знает нас гораздо лучше, чем мы сами. И, собственно, всё, что нам остаётся, это просить его посмотреть на наш путь и направить нас. Вот псалмопевец в начале книги, который был очень уверен в себе, он часто заявляет, я праведник, я ставю на правильном пути, а ближе к концу книги он перестаёт это понимать. Я понимаю, что псалмы писались разными людьми, на реках Вавилонских точно не царь Давид писал. Но, тем не менее, вот есть какой-то единый лирический автор. Лирический герой в книгах бывает, от имени которого говорится. А здесь ещё и такой лирический автор. То есть тот, кто это пишет, он тоже нами воспринимается как нечто единое. И мы говорим, его чувства, его мысли старались примерить их к себе. И вот если вначале он был уверен в своей праведности, то здесь он уверен только в одном, в какой-то удивительной праведности Бога. Потом апостол Павел будет об этом говорить, да, о том, что Господь наделяет нас своей праведностью. Собственно, это единственный способ стать праведником. А вот здесь то же самое, но по-другому, очень поэтично, нежно и глубоко сказано в Ветхом Завете. Ты сам направь меня на путь вечный. Вот, может быть, один из главных уроков в Салтире, что ближе к концу мы знаем гораздо меньше о себе, чем мы знали вначале. Вот эти какие-то ложные, примитивные, упрощенные представления о себе, о Боге, они постепенно меняются. Они уходят куда-то вглубь, и мы начинаем замечать, что все гораздо сложнее, чем нам казалось это раньше. Продолжение следует... Продолжение следует...